Всем привет, друзья, с вами Сеникс, и на ютубе стала набирать популярность рубрика «Что будет, если?». В ней ребята проверяют, что будет, если нарушить какие-то границы игры, или просто проверить какие-то возможности, которые обычные игроки не проверяют, или боятся проверить. В общем, сегодня мы с вами поиздеваемся над игрой, и ни в коем случае не воспринимайте данный ролик всерьез. Он наделан исключительно для фана и для более начинающих игроков. Если вы супер игрок PUBG с 800 часами, то смысла для вас здесь будет ноль. Что ж, давайте начнем. Что ж, для начала я решил проверить, что будет, если зажать гранату в руке и не выбрасывать ее. Тут может быть два исхода, либо ничего не будет происходить, как, например, в CSGO, или же она взорвется в руке. Что ж, давайте посмотрим. Чтобы сразу не калечить нашего персонажа, начнем с самой обычной флешки. Как видим, она взорвалась в руке, и ничего не произошло, и даже маленького урона не нанеслось. Что ж, давайте проверим на дымовой гранате. И как видим, снова ничего, даже маленький урон не наносится. Что ж, ну а теперь приступим к более тяжелой артиллерии. Возьмем осколочную гранату. И как видим, она нас убила, несмотря на то, что у меня была броня второго уровня и хороший шлем. Ну и протестим это на последней гранате, коктейле Молотова. Что ж, удерживаем его в руке, и... Да, оно взорвалось, и мы загорелись. И как мы видим, огонь постепенно нас убивает. Единственный способ спастись от этого, прыгнуть в воду, но, как видим, поблизости ее нет, поэтому мне пришлось умереть. Что ж, с гранатами все ясно, идем далее. Далее мне стало интересно, что будет, если на парашюте залететь вот в эту вот трубу, которая находится на заброшенном заводе в Милти Пауэр. Исходов может быть куча, вплоть до того, что мы там застрянем, мы там умрем, ну и так далее. Что ж, ждем удачный спаун и десантируемся. Как ни странно, игрок спокойно пролетает внутрь трубы и летит в ней. И после приземления мы можем спокойно выйти из нее. Лично я думаю, что мы там застрянем по ряду причин. Либо она непрозрачная, либо текстурка пуста, и мы просто останемся наверху. Но, как видим, разработчики все предусмотрели и сделали так, что даже если вы в нее залетите, то все равно выберетесь оттуда. Ну а дальше я решил проверить, можно ли разбиться насмерть, используя машину. Как бы с мотоциклом все ясно, там каждая кочка может помешать вам, вы сделаете сальто и просто разобьетесь. Но вот лично я ни разу не встречал смертей на машинах у тех же стримеров или ютюберов. Да и сам ни разу не разбивался, максимум не сносило 1.5 хп, ну или чуть меньше. Что ж, я нашел машину полегче, которая будет разгоняться быстрее, это Даська. И чтобы набрать более-менее силу, поехал на гору. И теперь, используя шифт, мы сможем набрать более-менее хорошую скорость. И, как вы уже догадались, тормозить мы будем об дерево. Что ж, разгоняемся, добавляем газу шифтом и набираем скорость 130, врезаемся. И, как ни странно, нам сносит опять 1.5 хп. То есть, чтобы убиться, нужно будет врезаться хотя бы 5, 6, 7 раз. С первого раза это сделать невозможно. Единственное, что с каждым разом машина будет дамажиться и начнет дымиться. А затем может произойти вообще вот такое. Что ж, ну и последнее, что мы проверим сегодня, это то, что будет, если мы будем плыть на самый край карты. Конечно же, для этого нам нужна будет лодка. Ведь по суше мы туда не доберемся. Что ж, десантируемся в самом начале игры. Берем лодку и топим прямиком к краю карты. Как ни странно, доезжая до края карты, впереди мы ничего не видим. Но как только мы приближаемся к самому краю карты, здесь нас встречает невидимая стена. Прямо как в тех же GTA и в прочих играх с открытым миром. Сначала я подумал, что здесь начинается зона, но как ни странно, зона начинается еще дальше, куда мы не сможем проехать. А также пока я стоял и смотрел, мимо меня прилетел самолет. Но почему-то самолет данная стена не остановила, и он полетел дальше. Видимо скрипт все решает. Что ж, ну а на этом все, вот такой вот необычный ролик сегодня. Если хотите еще, то ставьте лайки и пишите в комментарии, что мне еще проверить, свои идеи, пожелания и так далее. Все обязательно прочитаю. Что ж, ну а с вами был Сеникс, всем удачи, всем пока и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok